Много ли подходящих для аквариума улиток вам известно? Мне нет. Попробуем посчитать. Ампулярия, Черная Мистерия и тому подобное, Хелена, Теломелания, Рогатая Улитка, Мариза, Различные Неретины, Улитка Септария Фарфоровая, Пагода, Покемон, Спикси, Теодоксус, Тиара, Шип Дьявола. В этот список можно добавить и не совсем желанных улиток, таких как Физ, Мелании, ну и конечно Катушек. Я насчитал 16 улиток, но совсем недавно я познакомился с еще одним представителем моллюсков Улитка Призрак Форте. Она еще не так распространена в аквариумах и думаю многим из вас будет тоже интересно с ней познакомиться. Научное название этих улиток Филополудина, Мартензи, но на самом деле среди аквариумистов входит множество других названий. Например, Белая Волшебная Улитка, Призрачная Речная Улитка Пиано, Белый Маг и так далее. Это типичная вивипоридная улитка, которая разделяет все признаки семейства. Эти животные дышат через жабры, а не через легкие и поэтому используют растворенный кислород в воде для дыхания. Данный вид улиток достаточно крупный размер, который достигает высоту более 5 сантиметров, а в ширину больше 3 сантиметров. Но конечно многое зависит от условий содержания. Чаще всего размер улиток в стандартном аквариуме не превышает и 4 сантиметров. Очень интересная форма раковины. Такую обычно называют яйцевидно-коническое, соотносительно острой вершины, которая чаще всего темного цвета. Оболочка раковины имеет от 6 до 7 выпуклых завитков. В целом мне очень нравится, как выглядит этот моллюск. Улитка Призрак Форте относится к пресноводным улиткам и имеет жабры. Призрак Форте относится к пресноводным улиткам. В живой природе встречается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Филополудина Мартин населяет каналы и пруды и является живым фильтром, так как в своих гастрономических желаниях неприхотливы. Но о кормлении мы поговорим чуть-чуть попозже. Стоит сказать о том, что данный вид был открыт достаточно давно. В далеком 1860 году уже был описан Эдуардом фон Мартинсом. Однако до сих пор не так популярна, как например ампулярия. И дело тут не в том, как она выглядит. Ампулярия не краше этой улитки. Все дело в содержании. Улитка Призрак Форте не так легко адаптируется к непривычным для себя условиям. И у начинающих аквариумистов содержание этой улитки вызывает трудности. Эти улитки часто гибнут и тем самым отталкивают от себя аквариумистов-любителей. По своему характеру, Филополудина Мартин это размеренный и спокойный аквариумный житель. К тому же, эти брюхоногие скромны и потому часто теряются в зарослях аквариумных растений. Можно сказать, что это очень миролюбивая и не агрессивная улитка по своей природе. Да и средств для нападения она никаких не имеет. Не стоит ее содержать с буйными рыбками, такими как Барвусу Матранский. Или с кичной и очень крупной рыбой. Про рыб улиткоедов, таких как Боцы, например, я думаю не стоит и говорить. Если вы следите за выпусками на канале Пар, то и так уже все знаете. Отдельно хочется сказать об активности этих брюхоногих. Информации о поведении в живой природе данных улиток в интернете крайне мало. По этой причине есть некоторые вопросы, с которыми еще предстоит разобраться нам с вами, аквариумистам. Активность один из главных вопросов. Дело в том, что Филополудина Мартин может быть очень активной не только в светлое время суток, но и ночью. Они спокойно передвигаются по всему аквариуму, что-то находят поесть, в общем занимаются своими улиточными делами. Но по непонятным причинам они могут быть и абсолютно неактивными. И насколько мне известно, таких случаев немало. Не то, чтобы они меньше двигались и становились ленивыми, а вообще создается такое впечатление, что они впадают в спячку. Это может произойти не обязательно сразу со всеми улитками этого вида. Не одновременно, а по очереди. Когда такое происходит, не стоит думать, что улитка умерла. Вероятность того, что она спит или испугалась и спряталась на продолжительное время велика. Не спешите ее выкидывать. Субтитры создавал DimaTorzok Кормление этих улиток не вызывает трудностей. Они едят практически все, но в то же время не стоит на них рассчитывать и ждать помощи в борьбе с водорослевыми обрастаниями. Они могут подъесть мягкие водоросли, но не особо охотно. А вот остатки корма, который остался от рыб, им по душе. Отмершими листьями растений они также не прочь полакомиться. Неплохо очистят листья растений от разного рода мусора, но при этом живые растения не трогают. В качестве основного рациона можно использовать все донные виды кормов, как например для сомников. Также улитку-призрак можно подкармливать листьями салата, огурцом или кабачком. Чтобы такой корм стал более привлекательным для этих улиток, его желательно перед подачей обдать кипятком. Стоит проверять показатели воды. Эти улитки не любят резких перепадов температуры. Приемлемый диапазон температур от 20 до 28 градусов. PH от 7 до 8,5, а жесткость воды от 5 до 20. В аквариуме с этими улитками должна быть хорошая фильтрация и аэрация воды. Не забывайте о еженедельных подменах. Вода должна быть чистой. Скажу честно, я лично еще не разводил этих улиток, но общался с людьми, которые неоднократно получали потомство. И вот что они говорят. Улитки разнополые. И для получения потомства нужен самец и самка. Самцы от самок отличаются по головным щупальцам. У самок эти щупальца одинаковой толщины. У самцов правая сильно расширена и играет роль капулятивного органа. Эти улитки живородящие и самка может принести около 15 детенышей за раз. Как правило, процесс появления малышей происходит ночью. Для формирования панциря нуждаются в богатых кальцием кормах. Такие, как скорлупа яиц или специальный мел. Обычный мел, каким пишут в школе, не годится, так как содержит клей. В противном случае раковина будет с некрасивой трещиной, изогнутой или вовсе очень хрупкими и тонкими. На этом знакомство с улиткой призрак Форте подошло к концу. Не забывайте поставить палец вверх, если вам понравилось это видео. А у меня на этом всё. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Пар. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует... Продолжение следует...